Добрый вечер, в эфире телеканала Астана, программа «Статус-фо». И сегодня у меня в гостях известная писательница, врач-психотерапевт, гость из России Евгения Фролова. Добрый вечер. Добрый вечер. Евгения, вы написали уникальную книгу «Искусство быть женщиной». Я думаю, что каждая вторая женщина, наверное, уже прочитала эту книгу. К сожалению, у меня её нет, но я её читала в электронном варианте. Я вам принесла подарок. Да, я заметила, что вы мне принесли подарок. Я принесла подарок, вручаю, чтобы она была у вас. Спасибо большое. Но вы знаете, я знакома с вашей книгой, и я знаю, что это главная книга в вашей жизни. Да. То есть вы её начинали писать ещё 10 лет назад. Да, я начинала её писать. Она была гораздо тоньше, в два раза. И постепенно, вот потому как я набирала практику свою, постигала новое искусство. Я считаю, что современный психотерапевт или, скажем, психолог, он не придумывает ничего нового. То есть ещё люди в древности, они стремились к счастью, стремились к тому, чтобы быть в гармонии с собой, быть здоровыми. Естественно, все технологии древние, они практически прописаны современными докторами, в том числе и докторами наук. И я постигала всевозможные искусства в Японии, в Таиланде, в Китае, да, в том числе. Искусство быть женщиной. То есть вы считаете, что быть женщиной – это настоящее искусство? Да. Этому нужно учиться? Мало родиться. Мало родиться. Мало родиться. Но ведь мы дети Советского Союза, нас этому не учили. У нас нет культуры красоты. Когда мы рождены девочками, то какой основной, понимаете, наш багаж? Чем мы цены? И, в общем-то, да, какая основная задача наша жизненная? Да, мы с вами говорили, да, ранее о том, что задача женщины, что это… Выйти замуж и родить ребенка. Конечно, счастливость, семейные отношения и продолжение. Почему? Потому что задача, да, найти вот такого яркого мужчину, да, с хорошим генотипом, с хорошим фенотипом, да, и усилить его генотип, то есть, да, подарить свою красоту и воплотить ее, да, в своих поколениях. Но, по сути, задача же не поменялась? Задача не поменялась. Но вопрос в том, что, конечно же, задача, ну, скажем, нас воспитывают личностями. И нам говорят о том, что если ты будешь личностью, да, ты сможешь притянуть вот этого яркого, сильного самца. Но это не так. То есть, очень часто женщины… И каждая женщина готова притягивать альфа-самца. Согласна, солнце. Да, достаточно бета-самца. Почему? Потому что бета-самец очень часто в итоге, да, становится тоже лидером. Понимаете, да, вот прочувствовать, а какой мужчина потенциален, какой мужчина выстрелит, да, какой мужчина сможет возглавлять и вести за собой. Потому что мы знаем, что есть масса всевозможных корпораций или маленьких компаний, да, самое главное, чтобы он был лидером, по сути, да, и вёл за собой. И вот почувствовать вот этот, знаете, вот на самом деле яркий сперматозоид, да, который способен идти, постигать, достигать, что-то говорить и быть творцом. В вашей книге основная, мне показалось, мысль, это вот четыре состояния женщины, да, партнёр, жена, любовница и муза, да? Да. То есть, но мы же не можем быть и партнёром, и женой, и любовницей, и музой, да, одновременно, да, одновременно. Или можем? Дарочка, на самом деле, знаете, во всём должен быть баланс. То есть, если женщина посвящается только работе, да, она не чувствует себя гармонично и счастливой. То есть, ей для того, чтобы быть счастливой, соответственно, нужны, что, отношения. То есть, ей важно очень быть, понимаете, да, чувствовать восторг в глазах мужчины, а это уже любовница. Но быть любовницей недостаточно. Почему? Потому что, тогда, роль женщины, да, быть матерью, да, и видеть, вот в этом ребёнке, передавать ему, да, вот свою теплоту, нежность, любовь, но этого тоже недостаточно. Но очень важно, да, нам понимать, что мужчина, мы же воспитаны все на сказках, и хочется ощущать себя вот такой королевичный, который сидит на башне, а мужчина ради тебя, да, он готов на всё, да, и вот все плоды, да, своего труда он преподносит этой женщине. А это муза. И как только женщина сбалансировала себя, да, как только она развила все вот эти четыре состояния, приходит в полной гармонии, к достаточности, и есть такое состояние, как королева. Ознащает себя настоящей королевой. Но каждый из нас, я думаю, что в основном живёт в каком-то одном состоянии, да, большинство женщин, я думаю, в нашей стране живёт в состоянии жены, скорее всего. Возможно такое, что женщина, которая засиделась дома, которая воспитывала много лет детей, да, четверых, пятерых, что вот она решила измениться в один миг, да, и прочитала вашу книгу, попала к вам на семинар, и за один-два дня изменилась. Ну, один-два дня, это громко сказано, да, я даю толчок, да, я даю возможность женщине задуматься. Задуматься или найти вот тот недостаток, да, или вот знаете, ту нишу, которая ей ещё не освоена, да, и даю возможность понять, а почему она несчастна, да, почему, казалось бы, всё есть при наличии там хорошего мужа, да, детей, которые радуют, да, и, соответственно, дома изобильного, почему всё же она несчастна. У меня были истории, когда женщины, да, нарожав там четверых-пятерых детей, приходили к состоянию полной депрессии, их не радовали ни бриллианты, ни подарки. И муж говорил, дорогая, ты, наверное, просто, знаешь, вот есть современный язык, с жиру бесишься. Да, почему я не вижу в твоих глазах радости, а на самом деле, если глубоко копаться, ей нужна была реализация собственная, понимаете, да, то женщине очень важно, вот один из ролей, да, это партнёр. Кто такой партнёр? Это женщина, которая может что-то выступать для мужчины, как советчица. То есть очень важно, что мужчина видел в ней личность в том числе. Но одной личности женщине тоже недостаточно для баланса. Поэтому, понимаете, это путь, это целый путь, да, мы к счастью идём, это такая тропинка, это очень интересная тропинка. В своей книге вы упоминаете Клеопатру, да, упоминаете Коко Шанель, то есть известных женщин, исторических женщин, да. То есть они обладали этим даром? Клеопатра, да, умела балансировать. Я думаю, судьбе Шанель, да, потерей любимого человека, да, по большому счёту, послужило тому, чтобы она ушла полностью в бизнес. И мы знаем, что этот бизнес до сих пор, да, Шанель – это марка номер один. Либо женщина, она мечтает быть Шанелли. Что касается Клеопатры, да, да, эта женщина восторгала тот мир, и мы знаем, что она не была идеально хороша, недельно красива, но мужчины этого не замечали. Понимаете, да? То есть если женщина умна, она способна приукрасить, да, свою природу, не изменив её. У нас есть макияж, у нас есть цвета, у нас есть одежда, да, мы способны выразить самое лучшее, что у нас есть, и скрыть недостатки. А с чего лучше начинать? С внешнего, да, или же с внутреннего, да, мира? Динара, самое главное – начать. Самое главное – ступить на эту тропу, да, и понять, что я хочу измениться, да, я хочу быть счастливой, да, я хочу быть счастью себя, понимаете, да, я хочу чувствовать жизнь. Ну, основная часть женщин, они живут в такой рутине, да, когда у тебя работа, дом, семья, то есть человек приходит утром на работу, вечером возвращается, нужно приготовить еду, сделать уроки, там, поговорить с мужем, снова работа. Да, она хочет измениться, но у неё нет времени. Вы знаете, нужно начать с того, что уделить себе хотя бы полчаса времени, взять за правило, да, что вот эти полчаса в день мои, да, и потратьте полчаса вот на то, что ей хочется, да, вот то, что радует её. Причём исключить себя от общения с семьёй, то есть постараться быть наедине с собой. Это может быть книга, это может быть макияж, это может быть поход, не знаю, на массаж, неважно, да, то есть взять за правило. Я вам скажу, наши мужчины, казахи, не особо любят, когда женщина сильно с собой увлекается. Полчаса, это не сильно. Мы можем увлечься на полчаса. Я себе плохо представляю, знаете, что если вот мужчина дома, а женщина в это время лежит и читает книгу, да, то я думаю, что ему вряд ли это понравится. Ну, можно найти время тогда, когда муж работает, например, знаешь, да? То есть, в принципе, найти время, почему-то, потому что я прекрасно понимаю, мужчины, они работали, они достигали, они приходят домой, они хотят прийти время. Мы сейчас изменились, да, женщины же сейчас тоже успевают и зарабатывать деньги, да, и отлично выглядеть. Но при этом, вот я знаю очень много женщин, которые успевают делать всё то же самое, что делают мужчины, и при этом нужно же ещё и ублажать, да, своего мужчину. То есть с утра до вечера думать о том, как бы ему понравится, как бы вот не разонравится, как бы не ушёл. Это же ужасно на самом деле, всё время жить в таком состоянии, знаете, ходить на тренинги, да? Вот я сомневаюсь, что мужчины собираются на подобные тренинги, да, читают такие книги и думают, как бы от меня там не ушла жена. А женщины только этим и занимаются. А можно раскрою секрет? Я думаю, что мужчины тоже об этом думают. Вы думаете? Конечно. Но просто не признаются в этом. А для чего тогда они стремятся, да, обладать всеми материальными ресурсами? Для чего они стремятся быть личностями? Для того, чтобы что? Притягивать и сохранять интерес, в том числе женщин. И считается в этом мире, что всё, что не делается, делается ради женщины. Вот той яркой, сильной, мощной, которая пришла к балансу, пришла к гармонии, именно такую женщину-мужчину, стремится видеть рядом с собой. И в этом трагедии многих пар, почему мужчина рос, 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 да, а жена не развивалась, и в каком-то рубеже, да, говорят, да, сиди на бороду без ребра. И в этот момент мужчина решает, что я достиг, я рос, я развивался, вот я, да, известный политик, а женщина, да, она сидела дома. Она не интересна мне. Но она была рядом всегда с ним, она его поддерживала. Она была опорой, она была тылом, понимаете, да? А в какой-то момент ему необходимо, чтобы женщина, которая была рядом, стала еще и публичной. То есть вы считаете, что публичному политику нужна публичная жена? Конечно, обязательно, обязательно. То есть он должен гордиться заслугами женщины. Кого из нынешних политиков, да, из современных политиков, больших, да, скажем, вы могли бы привести пример? Кем вы восхищаетесь и кто действительно, кому повезло, да, скажем, жить с такой женщиной, которая росла вместе с ним, параллельно? Вы знаете, вот мне на ум приходит, я просто лично знакома с Горбачевым и то, как он тепло до сих пор относится к своей жене. И ни одна женщина современного мира не способна приблизиться к твоему телу. Почему? Потому что твое тело еще держит эту память о великой женщине. Вы прекрасно знаете, да, что этот человек сделал очень многое. Благодаря этой паре мы с вами свободны. Мы можем путешествовать, да, можем постигать какие-то новые знания, науки, развиваться. Это великая пара. А как вы отреагировали на новость о том, что Владимир Путин разводится? Я считаю, что это правильно и честно. Это честно. Почему? Потому что современному политику, яркому политику нужна такая же активная женщина. А я думаю, что Людмиле нравилось просто быть больше дома, быть в тени. И она, в принципе, комментировала их желание развестись именно тем, что она успокоилась. Ей хочется садика, ей хочется огородика, да. А Путину все еще стремится что-то сделать в этом мире. А какая женщина ему подходит? Мы говорили с вами, яркая личность, которая будет рядом с ним. Которая будет его сопровождать, которая будет помощницей. Но это нормально, когда мужчина, скажем, в возрасте меняет женщину? Знаете, я считаю, что нормально, когда мужчина меняет, нормально, когда женщина меняет. Я думаю, мы должны, знаете, друг друга поддерживать и вместе развиваться. И если какой-то член семьи не развивается, не растет и мешает, знаете, как балласт. То, что нужно сделать. Нужно договариваться и искать, приходить к новому отношению. Либо стимулировать другую личность, тоже развиваться. Вообще, конечно, тема взаимоотношений между мужчиной и женщиной, это вечная тема. Она интересна всегда и всем. И я думаю, что женщинам всегда интересно узнать, как влиять на своего мужчину. Вы знаете, на самом деле вдохновлять мужчину, мы говорили, потому что четвертая моя роль, это какая музы. То есть вдохновлять мужчину на поступки. Это тоже искусство. И, как правило, да, это искусство, если мы с вами глубоко уже идем в ту технологию, которую я на самом деле раскрываю, мы говорим, что вечерняя, да, у нас передача. На самом деле весь мир, весь мир, да, он ищет, находит и живет ради сексуальной энергии. Если женщина научится вырабатывать правильно эту энергию, а эта энергия где? На самом деле пик энергетичности сексуальной находится в оргазмах. Если после этого оргазма мы попросим мужчину о чем-то, он не сможет отказать. Вот в этом и секрет. То есть все бытовые вопросы можно решить таким образом? Абсолютно. Просто получать удовольствие собственного мужа. Не каждая же женщина читает книгу, да, Евгении Фроловой. Не каждая знает, что просить мужа о чем-то нужно не во время обеда, да, или когда у него плохое настроение, а оказывается именно в этот момент, да? После оргазма собственного причем, девочки, да? Не мужского, а собственно. Ну это нормально, что женщина все время должна думать о том, как влиять на мужчину, как ему понравиться, как не разонравиться. То есть это нормально, что по жизни женщина тратит на это? Ведь на самом деле, да, в погоне понравиться мужчине мы по большому счету желаем нравиться себе. Да, и если вот на это посмотреть с другой стороны, да, когда мы ухаживаем за собой, когда мы занимаемся спортом, когда мы одеваем красивые одежды, когда мы позволяем себе быть молодой, красивой, несмотря на возраст. По большому счету мы себе услугу, да, женщина, которая любит себя, обожает себя, она будет вкладывать не ради мужа это делать, а ради себя. Понимаете, да, вот здесь очень важный акцент в другую точку зрения, да, в другую область сместить. Ну а почему тогда очень много молодых, красивых, успешных женщин, но одиноких? Ну потому что их акцент в другом. Может быть, в данный момент времени они развивают себя как личности, как, да, карьеру. То есть можно подготовить себя, да, к моменту, когда ты готов к взаимоотношениям. Конечно. Но хотя вот у кого не спроси, да, и у меня в студии были героини, каждая из них готова, они все говорят о том, что я ищу, я хочу, я хочу выйти замуж, я хочу родить ребенка. Но не получается. Не то, чтобы не получается. Может быть, каждый ищет настоящую, да, свою вторую половинку. Ну, согласна. Вы знаете, вот в этом-то и есть искусство баланса. Почему? Потому что если женщина привыкла постоянно находиться в состоянии лидера, в состоянии личности, то это состояние не совсем позитивно, если мы в этом же состоянии начинаем выбирать мужчину. Вы знаете, что все в этом мире стремится к гармонии. Мы знаем, что электрон негативно заряженный всегда стремится к позитивно заряженному. И вместе они образуют нечто новое, да, да, вот как магнит. Что это такое? Это два поля заряженных вместе. Если женщина, да, в состоянии мужчины, причем потому, что мы всегда с вами, да, развиваем свою личность и строим карьеру благодаря внутреннюю мужчин. Вы наверняка знаете, да, что внутри есть у нас тоже мужчины, мужские качества. И мы вот эти мужские качества несем куда-нибудь в ресторан, либо на какой-то пати. И пытаемся из этого состояния найти мужчину, то, как правило, к нам притягиваются какие личности? Слабые. Слабые. Понимаешь, слабые. И женщина смотрит на этого слабого мужчину и не понимает, почему я, что я за магнит такой, почему каждый раз, когда я выхожу в мир, я всегда притягиваю слабую личность. Но для того, чтобы перетянуть сильную личность, да, потенциальную, которую бы она хотела видеть в качестве мужчины, мужа, будущем, ей необходимо, что? Чтобы войти в женское состояние, в состояние любовницы. Как только она входит в вид состояние женское, да, она становится магнитом для сильных личностей, заряженных, понимаете, да, другим зарядом. И это тоже искусство. Этому тоже надо учиться. Но есть женщины, которым этому не обязательно учиться, которые это чувствуют и так. Которые есть в балансе, да. Они пришли к этому балансу, они научились. А как они приходят самостоятельно к этому балансу, не читая книг? Вы знаете, на самом деле Бог никого, да, Он вознаграждает каждую женщину. И каждая женщина, да, когда она рождается на этой планете, у каждой женщины есть, ну, скажем так, вот кто-то рождается красивой, а кто-то рождается как Клеопатра, мудрой, понимаете, да. И мудрые женщины не способны уловить потребности и мужчины, и общества от матери, да, и страны. То есть они очень адекватно реагируют и умеют меняться. Очень часто именно по этой причине очень часто красивые женщины одиноки. Почему? То есть им оболочку подарили, а внутренние силы и мудрости, понимаете, да, вот к этому ей нужно прийти осознанно, наработать, развить. А вот той дурнушке, да, ей необходимо что? Научиться быть красивой. И всё в балансе. То есть каждая женщина награждена Богом. Кому-то внешнюю красоту, кому-то мудрость. В своей книге вы пишете о внутренней улыбке. Да. А что это? Что это вот такое внутренняя улыбка? Вы знаете, на самом деле есть такое понятие, и наверняка часто вы видите, что есть люди, которые улыбаются только снаружи. Ну, я вижу, это такая американская улыбка. То есть человек одел улыбку и пошёл. Но, понимаете, да, когда улыбаются глаза, как у вас, дедарочек. Спасибо. Это видно, что человек изнутри счастлив, он изнутри светится, что присутствуют в вашей крови, да, вот те гармончики счастья, которые и формируют вот это свечение глаз, да, вот это полное счастье. Причём счастье мы можем словить и в том, как человек себя выражает, движение. И это невозможно сфабриковать, невозможно этому научиться. Но этому нельзя научиться? Можно, можно, да? С утра, с утра. Есть такая практика, подарю нашим слушателям, да, и вашим поклонникам такую практику, когда вы проснулись, и вы ощутили, вы просто знаете, вот такое ощущение вкуса нового дня, который зарождается. И ощущаете, да, вот этот свет, который касается вашей кожи. И вот важно почувствовать, что этот свет проникает внутрь вашего тела, и каждый, ваш орган начинает улыбаться. Ваша печень, ваше сердце, ваши лёгкие, ваша маточка. Потом вот этот свет, да, вот эта улыбка изнутри, которая рождается в вашем теле, от прикушения вот этого нового дня до каких-то неожиданных событий, встреча с удивительными людьми, да, почему-то, потому что каждый день же он очень вкусный, его можно придумать вкусным, да, и пойти в эту жизнь вот с такой улыбкой, с этим счастьем, раскрывая этот день. И вот, конечно же, когда ты проснёшься после вот такой практики, да, хочется жить. У нас в Казахстане есть общественный деятель Бахайт Суздыкова. Вот когда вы начали говорить об этом, вот у меня почему-то вот именно с ней, да, ассоциацией. Она на самом деле такой человек, который постоянно улыбается, живёт в позитиве, да, и её вот я практически никогда не видела в плохом настроении, да, но люди не верят, то есть люди думают, что это какая-то маска. Ну, потому что человек, если он не переживает эти состояния, они ему недоступны, то есть к ним нужно тоже прийти. И как правило, знаете, очень многие люди, которые соприкасались когда-то с какими-то трагедиями, например, да, они могут пребывать в депрессии просто круглогодично, и человек, если с ним ходить в специалист, чтобы человека выковырять, да, из этой депрессии, чтобы он снова поверил в жизнь, наверняка знаете, да, что депрессия, это как начинать ничего не хочет, в том числе и улыбаться. Да, очень многие люди, да, ходят на работу, продолжают ходить на работу, выполняют какие-то действия, придуманные обществом, понимаете, да, для того, чтобы быть внутри общества, но при этом нет настроения. Ну, вот дайте совет.